всем здорово продолжаем убирать то что было у нас напорчено когда мы две недели примерно красились назад примерно думал я что раньше полирну но тут по времени не у меня и серёги не получается в общем я приехал к нему неделю назад тут заскочила мимо по делам и у меня с собой катер машине катается я чуть-чуть резанул потеки он снял на телефон сейчас сделаю вставку чуть-чуть резанул потеки верхушки именно потеков это для того чтобы открыть верхний закрытый слой лака чтобы отвердо смог дополнительно испаряться но у него больше так легче ему скажем так выходить здесь я уже полирну вот тут был надрывчик не уверен что вообще что-либо видно ну реально кроме того что чуть-чуть залысинка идет потому что наждачком доработал ничего нет лак полируется хорошо две недели естественной сушки в гараже ну так сейчас в районе 17 18 и так было вот все эти две недели то есть лак высох нормально лампой как обещал серёга он не сушил но он в принципе учащен и не надо сейчас будем пилить точить точится довольно таки неплохо я оставил самое большое повреждение скажем так по потекам здесь ездить и поработать на работать будем такой нз что со мной машине валяется катается фестулов ским каттером новий кстати скорее всего этот каттер виталька уйдет тебе вот я его сейчас прикатаю режет конечно изумительно далее черный круг потом круг мирка тут же с израиля с собой взял шикарнейший кружочек 2000 к наждачок это после катера поработать 3м-овский трезак трехтысячный оранжевый нам не нужен это серёгины как бы круги и паста виталька это ты мне присылал кохими аж 8 на пробу кстати хорошо работает есть же на меху есть же на черном powerbank на всякий случай камера может сесть и вперед сейчас встанем на штатив место конечно маловато тесновато ну как есть надо доделать чтобы я уже серёги не висел ничего не должен был потому что он сам это не уберет опа опа так приземляемся как получается чтоб удобнее было постараюсь так еще по подсвечивать чтобы видно было хоть как-то принцип какой сейчас какого-нибудь вот с края начнем слева направо краюшки уже сточены вот допустим капелька которой могут еще подвисает тут надо так понимать что не все режется катером есть такие потеки которые режутся наждаком наждаком через шпатлевку наждаком через скотч через маркер через грунт и способов миллион все их тут не покажу потому что у меня просто некоторых вещей нет собой но сейчас попробуем самый основной это кадр здесь скорее всего пойдет одна компонентная шпатлевка она есть но опять же в процессе все остальное по идее дорежется катером потому что более менее жестко самая толстый надрыв вот этот он мягенький и он еще может быть мягким очень долго поэтому ждать не вариант у катеров ниточка есть она не случайно есть это ниточка выполняет роль ограничителя то есть вот так кладем катер в идеале и вот так вот одним пальцем можно даже одним вот так это работает то есть это тот угол на котором катер правильно режет и не царапает если мы как правило так и делаем увеличиваем угол вот так в эту сторону не уменьшаем сейчас уменьшаем у нас есть вариант сделать задир сбоку и этот задир будет очень сильно виден его придется наждаком вытачивать такую высину сделаем что лучше не спеша долго работать катером долго это в плане на вот этом все место у меня может уйти минут 40 работы катером но я выпилю все что пилится катером я выпилю реально в ноля катер не пилит шагрень если его не наклонять больше чем положено катер пилит только то что выступает от общего уровня лака в этом его конечно огромное преимущество и конечно с ариным пилить просто замечательно смотри как зацепляется не факт что получится сидеть не на одном месте будем вставать я конечно приподнимаю угол потому что прям просто его на ниточки таскать такое удовольствие тоже уже кажется что он начинает гладить у потёка есть такие грани где он начинается и где заканчивается будем пилить до тех пор пока эта грань не сравняется с общим уровнем лака тогда уже и катер начнет елозить вообще но значит что потек уже выходит на ноля вот видно только катер начинает цеплять боковушки соседние он их не стачивает как таковое он их просто цепляет и по ним начинает скользить елозе то есть если катер положить вот сюда он тут ничего не нарисовал мы просто по и лозе это все тряпкой сполироваться без проблем катер вещь дорогостоящая как бы зовут такой брелочек отдавать в германии его можно там выхватить иногда по каким-то акциям там 60 евро но самому стоит там 65 70 до 80 опять зависит от продавца это на ибэе на амазоне катеров нет в америке не стоит искать после него и доставка дешевле вот начинается только елозе не по краям это только 15 процентов от общей работы катером сделано дальше работа становится медленнее потому что площадь потека раскрывается и реальный сам рез замедляется я уже подымаю более-менее в наглую но тут надо быть осторожным он может сейчас упереться и я боковинкой раз и тирану и это будет плохо работает только вперед никаких вот этих продольных чуть-чуть влево чуть-чуть вправо он зарезается очень сильно задел потек и пошел прямо вырезаться в него поэтому с другой стороны зайдем потому что катером сопли выковыриваются на ура а выковыриваются они аж до базы и потом это только перекраска в общем работа такая нудная веселая поиграемся сейчас покажу что получится если будет что-то интересное с этим потеком обязательно покажу подготовлюсь под наждак и включимся все заточил я потеки это тоже ушел катером немного усердия главное не выковырнуть каплю хоть она и мягенькая но она точится то есть если не сковырнул аккуратно отработал дальше все будет нормально здесь вот видите это краем потому что изгиб сверху нарезал и краем пробороздил вот теперь вот это все это такая это уже заусенец вот это все надо сейчас 2000 пальчиком пальчиком под водичкой она видно как вытирается то есть дотереть вокруг потека всегда будет лысина то есть тут старайся не старайся шагрень ты тут никак не сохранишь как бы не хотел поэтому к этому надо готовиться еще если потек не просохший его конечно можно вытереть но его всегда будет видно сухой потек можно доработать так что его уже видно не будет кроме лысого места теперь надо много воды надо чистую тряпку надо 2000 и трезак может быть в отдельных случаях надо жесткую фишечку на которой наждачком работает но тут она мне не нужна тут зона такая что ручка стоящая очень сильно отрывает внимание виден реально только вот этот вот очень хорошо видим все остальное теряется то есть на кузовные такие моменты тоже надо обращать внимание иногда не стоит даже начинать что-то пробовать пилить потому что его просто не видно а с потеком на косячий шанс есть всегда то есть это 50 на 50 такая лотерея может сковырнуться можно где-то протереться особенно на торце это вообще в раз прям в легкую фух и все протерся поэтому если есть возможность не трогать лучше не трогать конечно лучше вообще не делать ну надо понимать когда стоит рисковать когда нет то есть если вот сейчас где-то протереться это перекрас двери так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Шансы накосячить и так немаленькие, а с крупным ножом таком-то тем более Вырабатывал трезаком Здесь около самых изгибов Но я просто очкую дотирать В этих местах будет смотреться как будто, знаете, ворсинку из лака вытащили То есть она кривая шагрень будет На лысом пятне будет кривая шагрень Дотирать стрёмно Вот сюда тоже я не лезу в изгиб Тут 100% будет протир, если начать сейчас дотирать За ручкой этого не видно будет Тут вверху тоже будет кривая шагрень И здесь около края Ну, кстати, можно попробовать Ну, сейчас попробуем полирнуть, что оно получится Тут все подотирал В самих потёках, где-то самый крупный Вот тут самый крупный был Нету закипаний То есть лак на такое толщине не закипел Это хорошо Закипание выглядит как много-много пузырьков воздуха внутри потёка Всё, сейчас берём сначала волосатый крох Овчинку Сделаю всё кохом Им чуть-чуть сильно вообще не греет То есть чтобы металл еле-еле тёплый И мы работаем И потом глянец дам чёрным кругом Машинка Крафтек Ну, какой-то китаец Пойдёт Тяжелючая, конечно После Флекса После Руписа Просто кирпич На самых малых оборотах такие возможны Субтитры подогнал «Симон» 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 На мех главное не давить Сука режет так, что торцы на раз снимают Отлично Это не странно С первого раза Отлично Я даже дотирать ещё не буду Ну, имею в виду, дорезать Сейчас чёрным подорную покажу Хотя мех выработал всё почти полностью Главное, предыдущий наждак Чё я не беру крупный особо 2000-ку легко выбить 3000-кой А 3000-ка элементарно выбивается первым кругом Получается, на 2 минуты поработали дольше наждаком Но на 10 минут потом меньше полировали Даже на самых малых оборотах Оно не имеет смысла усираться Так, смотрим Тут ещё паста, конечно Паста, паста Дотирать надо Под фонарем всё хорошо видно Где дотёрто, где не дотёрто Что мне нравится у Коха В пасте нету силикона И после её вытирания полного Вот стёрли Можно, конечно, взять, обезжирить Но это не трем То есть всё, что не дополировано Будет видно После хорошего вытирания Ну всё, так на бок Ну реально вот не просматривается Не просматривается Только вот эти вот начала В изгибе ручки Конечно, палят контору Поставим ручку на место Это всё закроется То, о чём я и говорю Вот эти вот чёрточки Не знаю, где ручки Сейчас будем надеть, показать Хорошо Потёки стёрлись Нормально Без прецедентов, скажем так Тут по машине больше таких Как мелкий сор какой-то Который Да убирать ещё надо Это да Сейчас ещё покажу Из прошлого раза Что Блин, уже всё в мусоре В пыли Мне не понравился грунт Мобихеловский Потому что он на Крышке багажника Вот тут более светло Тут я полирнул Кусочек Там, где начало Типа Кружевить Рвать То есть Грунт просел Шагер Разный Грунт подупал Полтора слоя был нанесён Это, конечно Минус А лачок Лачок в самый раз В тему На полнячки Пойдёт И поляруется, кстати Довольно-таки легко О, всё Вышел из гаража А то там Есть ещё люди Которые Не должны слышать Некоторой информации Машину Не знаю Покажу я в сборе Или не покажу Потому что Её ещё собирать Там дня Два-три Потом химчистка Если будет возможность Я приеду Снять Показать Что получилось В готовом варианте Я ещё хотел У Сергея Кое-что Поспрашать Но Сейчас не получится Его мнение Его, скажем так Отзыв О этой работе Потому что Он намучился С этой машиной Конечно Рискнул он сильно Когда взялся За такое Без опыта Без инструмента Без места Самое главное Ну Как ни странно Знаете У него Для По сути Первого раза Такой работы И такого объёма Ну Получилось Довольно-таки Неплохо Несмотря на то Что там Многие мне писали Что да вот Он там Он там А вы сами Попробуйте Сделайте Там Там Это непростая работа Тем более Не имея места Инструмента Поэтому Критиковать Очень просто Вот самому Взять что-то И сделать Это уже сложно Ладно Потёки убрали Слава Богу Всё получилось Мне в принципе Меня всё устраивает То что по потёкам Убралось Попробуем Попробуем Застать Серёгу С готовой машины Всем пока